Когда человек начинает побеждать судьбу, когда он побеждает в себе вот этот вот, есть два способа жить. Один способ жить это сильно зашориться в делах своих, или это называется психическое существование. Человек постоянно заботится о своих делах. И даже если он ходит куда-то, то он ходит не в том состоянии, в котором можно получить счастье. То есть его ходьба это забота, суета. А вот настоящая победа над судьбой, она имеет другую природу, когда человек радостно включается в радостную пробежку, допустим, там и так далее. То есть он, вот об этом и речь идет. Гиподинамия не означает, что я не двигаюсь. Я могу двигаться весь день, но это суетливое движение, по магазинам там ходить. Гиподинамия означает, что ты давно уже с радостью не бегал, зарядку не делал с радостью и так далее. Понимаете? Ты ходишь, в суете означает, что опять расходуешься. И гиподинамия означает, что человек в переключатель сломался. Он не может себя заставить просто так выйти на улицу. Ну просто так означает не просто так, на самом деле. А ему это просто так. Вот что я буду тратить время, что я там буду на этой улице делать, мне надо готовить, стирать, убирать, там то, все, пятое, десятое. У меня семья. Так семья нуждается в чем? В том, что ты была какая? Наполненная. Если ты там готовишь ненаполненная, то это кушать нельзя, потому что это, ну, эээ. Вот. Если ты стираешь ненаполненная, то это носить нельзя, потому что это тоже невкусно. Если человек ненаполненный, он ничего хорошего не делает, он только портит все. Поэтому, чтобы что-то делать дома, нужно наполниться сначала. И поэтому нужно научиться двигаться на природе. Что такое гиподинамия? Это когда человек не может просто взять и спокойно, радостно пробежаться без всяких каких-то забот. Ну, то есть зашоренный человек, это человек, который никогда внутренней жизнью не занимает. Самая простая внутренняя жизнь, это зарядка на природе. Это тоже внутренняя жизнь. Если человек ее не делает, он никогда здоровым и счастливым не будет в жизни.